Митрополит Петр Могила, 1632-1647 годы Легализация Православной Церкви с польской точки зрения не могла не быть актом новым. Нужно было государственно демонстрировать, что прежнее революционно захватное иерархическое возглавление Православной Церкви, ведущее свое начало от хератонии патриарха Феофана, есть акт «Нюль-Энол-Авеню» – недействительный, незаконный. Поэтому православные депутаты, не обращаясь к нормальной православной соборности, то есть не осведомляя епархии и приходы на местах, тут же в лоне светского собрания в составе членов конвокационного сейма сознательно и безотлагательно избрали на открытые кандидатуры епархиальных епископов новых лиц, вполне приемлемых для правительства. Для возглавления новой иерархии избирается человек вполне угодной польской власти. Это был игумен Киевского Богоявленского монастыря Петр Могила. Фамилия его имела и другую форму – Мавила, но род его предпочел закрепить за собой именно данную форму – Могила. По-южно-русски это значит Курган, Холм, а наша русская могила называется Домовына. Петр, родившийся в 1597 году, был сыном молдавского выборного воеводы или князя Симона Могилы, который, отбыв срок своей выборной службы, 1606-17 года, потерпел служебный крах и переселился в соседнюю Польшу, во Львов. Здесь юноша Петр прошел православную школу Львовского братства и затем польскую академию в Замости. По связям его семьи с польской аристократией Петр продолжал свое образование и за границей, в Голландии и в Париже. Школьную латынь он усвоил в совершенстве. По своему опыту Петр убедился, что латынь открывает доступ к богатой эрудиции и стал ревностным насадителем латыни в русской православной школе, вместе и со всей тогдашней педагогической системой. Сам Петр отбыл военную службу в польской армии и даже был участником в битве Польши с Турцией под крепостью Хотин. Но исполнив воинский долг, Петр не увлекся военной карьерой. Он религиозно-патриотически повернул на путь иерархического служения своему родовому православию. Несомненно, однако, в новом латиноевропейском стиле. Вступление Петра Могилы на иерархическую дорогу происходило в атмосфере поисков православной русской аристократии путей к ослаблению напряженности религиозной войны и к достижению легализации все еще непризнаваемой православной иерархии. Фигура лояльного для Польши аристократа и даже нерусского по крови Петра Могилы облегчала возможность компромиссной сделки православной шляхты с правительством. Искомое соглашение понималось разно. Некоторые доходили до предположения какой-то новой унии. Молодой тридцатилетний могила тотчас по пострижении продвигается на пост архимандрита Киево-Печерского монастыря, 1627 год. Какие-то русско-шляхетские круги хлопочут о максимальном выдвижении архимандрита Петра. От патриарха Константинопольского Кирилла Лукариса в 1629 году получается пожалование Петра Могилы титулом экзарха. А вокруг могилы происходит брожение и поиски компромиссов. По мнению униадских историков, смотрите Аммана, лишь давление казаков помешало состояться некоему просиноду в Киеве. Он мыслился как подготовительная стадия к намеченному во Львове собору для примирения русских православных с их униадствующими собратьями. Но это движение среди какого-то инициативного меньшинства так и скрылось, не выйдя из-под поля. По униадскому преданию, могила, идя в русле естественной для него польской лояльности, мечтал о возвышении киевского митрополитчего трона до титула патриаршества, в противовес Москве, только что этого достигшей. Униадские историки дополняют эту мечту своей собственной. Будто бы с титулом патриарха Петр Могила помышлял признать возглавление и римского первосвященника. Римокатолические историки объясняют быстрое назначение королем Сигизмундом III молодого Петра Могилы в 1627 году архимандритом Киево-Печерской лавры, тотчас же по смерти знаменитого Захария Капустенского, тем, что якобы он обещал принять унию. Квиа хик промизерат униона. Очевидно, это так сильно формулировано по поговорке «Желание есть отец мысли». Аристократически-культурное поланофильство Петра Могилы так топорно-грубо понималось упрощенной серединкой польского общества. Эта же барвская светская широта Могилы порождала с другой стороны и в русской православной среде тоже тревожные слухи, что новый митрополит-чужак потянет к Польщине и латинству. Какие-то в этом роде пугающие слухи побудили, например, некоторых южно-русских монахов организоваться и перебежать в Московский Патриархат, где им было предоставлено удобство устроиться в Дудине, в особом монастыре. В атмосфере таких настроений и слухов происходит смерть политического творца Унии, антирусского короля Сигизмунда III в 1632 году. На конвокационном сейме, выбирающем нового короля, для православной среды депутатов было делом самоочевидным получить легализацию православной иерархии церкви путем отказа от непризнаваемой вот уже 13 лет с 1619 года, иерархии феофаново поставления. И для этого начать с возведения на Киевскую митрополию своего для трона человека, архимандрита Петра Могилы. Быстро последовало утверждение кандидатуры и со стороны нового короля Владислава, и со стороны константинопольского патриарха Кирилла Лукариса. Предстояла чувствительная операция заставить старого митрополита Исаию Копинского сдаться и уйти на покой. Исаия не хотел сдаваться добровольно и слагать с себя звание и должность митрополита. Но, как аскет и неполитический борец, фактически покорился, удалившись в монастырский затвор до своей смерти в 1640 году. Новоназначенный митрополит Петр Могила, избегая остроты конфликта, не мог поехать для торжества митрополитчей Хиротонии в Киев. Для Хиротонии был избран Львов, куда, по-видимому, приглашались для этого земляки Петра Могилы, архиереи из Валахии. Спустя некоторое время новопоставленный митрополит прибыл в Киев, где и был торжественно встречен. Для ликвидации духа религиозной войны нужно было перевоспитать кадры православного духовенства. Петр Могила уделил первостепенное внимание реформе, создавшейся в Киеве православной богословской школы в Богоявленском братском монастыре. В своих настроениях радикальные переделки школьной системы, поднятие ее до уровня школ латинских. Могила решил над средним этажом школы впервые построить верхние, то есть высшие классы богословия. Для всего этого нужно было стянуть в Киев людей-ученых. Таков был, например, Иннокентий Гизель, работавший в Вильне, но по семье бывший кальвинист немецкого языка. Он еще в молодости убежал в Киев и здесь стал православным монахом. Собрались около Петра Могилы и выдающиеся учителя разных братских школ, таковы Исаия Трофимович Козловский и Сильвестр Коссов. Петр Могила хотел построить новую школу на новом основании у себя в Киево-Печерском монастыре. Но традиционные киевские круги и духовенство во главе с митрополитом Исаией Копинским испугались латинизма Петра Могилы и умоляли его перенести все улучшения в братскую школу и поднять ее. Но властный Петр Могила все-таки открыл школу в 1631 году в Печерском монастыре. Старые киевские священники, обыватели и часть казачества заволновались, запахло в воздухе погромом. И вот записал позднее Сильвестр Коссов От неученных попов и казаков велие было негодование, на что латинское и польское училище заводите, чего дотуду не было, и спасались. Было хотели самого Петра Могилу и учителей до смерти побите, едва их уговорили. Было время, как мы, исповедавшись, только и ждали, что вот начнут нами начинять желудки днепровских осетров, или же огнем и мечом отправлять на тот свет. Говорят, что и иезуиты, боясь подъема школы, провокаторски поддерживали слухи о ее еретичестве. В 1634 году вскрылось, что латиняне и униаты подозревали школу в протестантизме. Даже униатский митрополит Иосиф Рудский внушил это королю. Король писал Могиле, чтобы такие школы и в Киеве, и в Виннице вместе с типографиями при них были закрыты. Но Петр Могила доказал правительству, что все это злостная клевета. А Сильвестр Коссов, писавший эту защиту, издал ее в 1635 году под заглавием «Экзегисис». В том же 1635 году митрополит Иосиф Рудский, все-таки боясь развития православной школы, вырвал у молодого короля Владислава IV незаслуженный обидный указ «Ут хуманиора нон ультрадиалектикам эт логикам доцант», чтобы гуманитарным наукам учили не более, чем диалектики и логики. И этот закон продолжал тяготеть над Киевской школой, приобретшей вскоре имя Академии, до конца XVII века. Запрещено было ей открыто преподавать богословие. Проходилось оно замаскированно по тексту Священного Писания Ветхого и Нового Заветов и по творениям святых отцов. Во избежание излишних препятствий к развитию школы Петр Могила отложил в сторону свою амбицию и согласился новую школу, открытую им в 1631 году, соединить со старой и поместить ее на традиционном месте в Братском Богоявленском монастыре. Так с этого 1632 года и начала свое непрерывно историческое существование будущая Киевская духовная академия, пока она была открыта с именем коллегии. Петр Могила считал нужным обеспечить твердость и рост школы и с материальной стороны. Он обратил на ее содержание некоторые лаврские земельные имущества, собирал и специальные пожертвования, положил начало библиотеке. Первым ректором коллегии он назначил Исаю Трофимовича Козловского и префектом Сильвестра Коссова. По иезуитскому образцу разделена была школа на три яруса низший, средний и высший с принятыми у иезуитов наименованиями учебных предметов фара, инфима, грамматика, синтаксема, пиитика, риторика, философия и богословие. Нормальный курс рассчитан был на четыре года низшего отделения, на три года среднего риторика и философия и на четыре года высшего богословского, всего на одиннадцать лет. Учебные руководства и авторитеты были западные, Аристотель, богословы, Петр Ломбард и Фома Аквенат. Греческий язык преподавался слабо, все силы уходили на полное усвоение латинского. Еще за младшее отделение школы ученики должны были усвоить латынь как свой разговорный язык, не только на уроках, но и вне классов, в своей ежедневной жизни. Кто проговаривался и произносил не латинское, а русское слово, тому на шею на ночь вешался листок с этим словом в ящичке. На другой день записывалось, что этот ящичек пернокровит апут доминум эн, провел ночь у своего хозяина эн, а доминус, хозяин, на другой день расплачивался разными наказаниями. В моде были философские и богословские диспуты на латинском языке, домашние и публичные. В дисциплине помогали школьному начальству и ученики, большей частью старшие и над младшими, со специальными поручениями и латинскими титулами, визитаторы, посещавшие учеников, живших за стенами школы в семьях и в городе, сеньоры и директоры в бурсе, цензоры в церкви, авдиторы, репетировавшие слабейших. Этот внешний стиль латинских школ крепко въелся во все перенесенные затем в московскую и петербургскую Россию уставы сословных духовных школ и, постепенно ослабевая, продержался до половины XIX века. Параграф 1. Учено-богословское творчество Киевской могиленской школы. Сам Петр Могила по духу своего воспитания западник чистой воды, считавший латинскую богословскую науку последним достижением, без которого православие обречено на безнадежную отсталость. Не мог не желать путем хорошей школы дойти до безболезненного, свободного примирения, а может быть, и соединения церквей. Но как лицо ответственное и официальное, он был очень осторожен и не желал повторять коренной ошибки введения унии насилия. Та же школьная отсталость огорчала Петра Могилу и на греческом Востоке. В глазах митрополита-западника нужно было не заглядываться на греков, а обогнать их на поприще школы и богословской науки. Самим же русским остается спешить школьно копировать и догонять Запад. Характерна дружба Милетия Смотрицкого с Петром Могилой в бытность последнего Печерским Архимандритом. Чувствительный Милетий уже тогда болел сомнениями, да правы ли греки и не оправданы ли унии, и решил единолично за свой страх успокоить свою совесть в унии. Соборное осуждение Милетия не замедлило состояться в 1628 году, еще до избрания Петра Могилы на митрополию в 1632 год. А Петр Могила явно был обеспокоен той атмосферой соблазна, которая повисла над греческим Востоком из-за вскрывшегося в 1633 году факта искреннего приятия выдающимся по учености греческим богословам, пять раз занимавшим кафедру Вселенского Патриарха Кириллом Лукарисом, кальвинистической формулы «оправдание человека одной верой». А Петр Могила как раз по поставлении своем был утвержден в своем звании митрополита Кириллом и еще украшен званием его экзарха. Да и сотрудники Петра Могилы по созданию Киевской коллегии и Исаия Трофимович Козловский и Сильвестр Коссов были питомцами римокатолической школы и толковали всю догматику почти ничем не разнясь от латинства. Ввиду и греческой отсталости в науке вся эта кипа новых киевских богословов с Петром Могилой во главе решила создать катехизическое изложение православных догматов с тенденцией отмежевания от всякого протестантизма и с искренней по их школьному закалу римокатолической окраской во многих подробностях. Так родилась на свет вероисповедная книга «Православное исповедание», которая в XVIII веке по подражанию Западу стала называться впервые символической книгой «Либер символикус». Главным составителем ее был первый ректор киевской коллегии Исаия Козловский в постоянном контакте с митрополитом Петром Могилой. Последний собрал в 1640 году в Киеве собор для рассмотрения и приятия этого вероизложения. Было немало возражений против предложенных формулировок, усвоенных от латинских школ. Учение о чистилище, креационная теория происхождения человеческих душ, момент приложения евхаристических даров. Латинскую точку зрения открыто и горячо защищал митрополит Петр Могилы. Через свое латино-римское формулирование и толкование церковных догматов Петр Могилы стремился окончательно отбросить протестантское кальвинское понимание догматов. А оно в силу застарелого острого оттолкновения греков от латинизма и породило тогда эту острую отраву кальвинизмом у Кирилла Лукариса. Петра Могилу смущало, что именно этот патриарх Кирилл Лукарис, обнародовавший свое соблазнительное исповедание веры в 1633 году, и украсил его в 1627 году званием экзарха и с готовностью благословил его на пост митрополита в 32 году. Петр Могила спешил отмежевать себя и свою школу от этого греческого падения. Петру Могиле было мало просто пойти за Константинопольским собором 1638 года, осудившим и Кирилла и его исповедание. Петр Могила спешил провести на Киевском соборе 1640 года свое русское, облеченное в наукообразную форму, православное веросознание, и этим доказать русскую богословскую зрелость перед греками, а не только наше вечное ученичество. После защиты своего вероизложения у себя в Киеве в 1640 году Петр Могила представил его на просмотры критику общевосточного совещания или собора 1642 года в Яссах. Это совещание организовал друг Петра Могила валашский воевода Василий Лупул. На совещании киевское вероизложение подверглось строгой критике греческого богослова Милетия Серига, учившегося в Италии, в Падуе. Милетий внес свои исправления, изложил заново все исповедание на греческом языке и прислал в Киев могиле для напечатания в Киеве. Но могила в этом виде печатать его не захотел. Уже после смерти Петра Могилы этот греческий текст Милетия Серига напечатан в Голландии в 1667 году и позднее в 1695 году с латинским переводом в Лейпциге. Пока тянулся долгий период принятия иерархическими верхами Восточной Церкви общеустановленного текста обширного вероизложения, школа и церковная жизнь требовали краткого катехизического текста православного вероучения. Для удовлетворения этой потребности Петр Могила написал и напечатал в Киеве в 1645 году на разговорном южно-русском языке собрание короткой науки об артикулах веры. Это руководство приобрело на практике имя малого катехизиса и напечатано в Москве в 1649 году в пересказе на московский церковно-книжный язык. Этот малый катехизис Петр Могила опять-таки составил по плану и в духе известного латинского катехизиса Петра Конизи. Исключены из него только два остролатинских пункта «примат папы» и «филиоквы», и то лишь по букве. По этому поводу профессор Амман предполагает, что, опираясь на греческую ромофильскую антилукаристскую партию, Петр Могила сам думал пройти на Константинопольскую кафедру и тогда попробовать воссоздать опыт общевосточной, а не только русской, унии с Римом. В 1646 году Петр Могила закончил и напечатал свой знаменитый Евхологиум. Это не просто обычная богослужебная книга для приходского употребления. Это руководство к обновлению и дополнению принятых чинопоследований. Многими новыми чинами и молитвами, открыто взятыми из ритуали Папы Павла Пятого. Этот ритуали только что в 1637 году был издан в Риме в переводе на хорватский язык. Это характерно для идеологии Петра Могилы, мечтавшего психологически сблизить и примирить православие с латинством. Каждому из семи таинств в этом Евхологионе или Требнике приложено довольно пространное катехизическое толкование в латинском понимании. Момент приложения святых даров конечно соединен с установительными словами Господа. Об эпиклизе совсем умалчивается. В чин покаяния вносится личная латинская форма «Я прощаю и разрешаю». Подлинное сближение и объединение церквей было близко сердцу аристократа Петра Могилы, а тотальное изменничество с перебежкой в чужой лагерь и обругивание оттуда своего прошлого были ему отвратны. Один из первых избранников Петра Могилы для преподавания в киевской школе мелочник Иссян Сакович перелетел в латинство и напечатал в Кракове в 1648 году «Хулу на свое прошлое» «Эпанорфисис альба перспектива заблуждений Дезуницкой церкви». На это Петр Могила откликнулся тоже публицистически, издав в 1644 году «Лифос», то есть «камень», под псевдонимом Евсевий Пимен «Благочестивый пастырь», защищая достоинство богословия восточной церкви, а не простонародные суеверия, каких достаточно во всех верах. Параграф 2. Плоды православной школы и литературы Не случайно обрисовался на фоне истории тот факт, что уровень богословского творчества, гонимой, утесняемой православной школы, стал неизмеримо выше и плодовития униадского. Инициаторы и вожди унии искали только панского благоденствия, а не подвига науки. Этот подвиг давно уже начался национально настроенными работниками братств и братских школ. Их преподаватели из белого и черного духовенства и из епископов стали и по профессиональному учительскому долгу, и по полемическому самозащитному вдохновению творцами часто обширных и наукообразных книг. Вот наиболее крупные имена. Сильвестр Коссов первый ректор Могилинской коллегии, скоро извлеченный из своего школьного кабинета на пост мстиславльского епископа. По смерти самого Петра Могилы Сильвестр стал митрополитом Киевским 1647-57 годы в волнительные времена перехода Западной Украины под власть Москвы. Его дидоскалия «Альбанаука о седьми сакраментах» 1637-1653 годы, естественно пропитана латинским истолкованием таинств. Практически наиболее известным и живучим его сочинением оказался пересказ на южно-русское сильно полонизованное наречие Киева-Печерского Потерека. «Потерекон альба животы свентых ойцув печарских» Киев 1635 год. Сильвестер Коссов высоко ценил и выдвигал своего младшего коллегу по преподаванию в Киевской школе Иннокентия Гизеля. Иннокентий родился в семье пруссаков протестантов, живших в Южной России. Он с детства потянулся к православию, убежал в Киев и там стал монахом. Петр Могила оценил его способности, послал на некоторое время в заграничные школы и затем назначил учителем и проповедником в коллегии. С 1648 года Иннокентий Гизель стал игуменом Киево-Братского монастыря и ректором коллегии. Вскоре он был сделан архимандритом Киево-Печерской Лавры и оставался им до своей смерти в 1683 году. Иннокентий с полным убеждением принял государственный протекторат Москвы над православной Южной Русью, ездил лично в Москву в делегации Хмельницкого и произвел на царя Алексея Михайловича наилучшее впечатление. Но, ища у Москвы защиты южно-русского православия, он откровенно заявлял и в Москве, что прилагать московскую централизаторскую систему власти управления Киевской Церкви, лишать ее привычных бытовых свобод самоуправления не следует, а лучше оставить под формальным возглавлением Константинопольского Патриархата, который не трогал сложившегося здесь духа и порядка самоуправления. Иннокентий Гизель энергично содействовал напечатанию произведений других своих современников. Проповеди архиепископа Лазаря Барановича «Меч, трубы, словес», Антония Радзивиловского «Огородок». Под своей редакцией дважды перепечатал в 1661 и 1778 годах Печарский Патерик. Игумен Киево-Михайловского монастыря Феодосий Сафанович, подражая польским историкам, написал канву русской истории от времен сынов патриарха Ноя. Тут русская история рассказывается только в пределах Киевского центра и государства русско-литовского. История Московской и Новгородской Руси почти замалчивается. Упоминается только в связи с освобождением от татарского ига. В редакции Иннокентия Гизеля эта история напечатана под заглавием «Синопсис или краткое собрание от разных летописцев о начале славяно-российского народа и о первоначальных князьях богоспасаемого города Киева». Это нескладные и сырые по материалу книги при отсутствии других исторических пособий посчастливилось выдержать 25 изданий в течение XVII-XIX веков вплоть до последнего в 1861 году. Вслед за Иннокентием Гизелем в роли руководителя Киевской коллегии по заслугам стал другой яркий представитель латиношкольной выучки архиепископ Черниговский Лазарь Баранович. Можно только удивляться, как люди этой школы еще держались в границах православия. Не будь упорства в православности массы народа и казачества, эти латинизованные богословы беспрепятственно успокоились бы в униадском единомыслии с Римом. После Иннокентия Гизеля Лазарь Баранович был с 1650 по 58 годы ректором коллегии. Вслед за иезуитским богословием он открыто защищал учения о непорочном зачатии самой Девы Марии в его проповеднических сборниках «Меч духовный» 1667 год и «Трубы словес проповедных» 1674 год. Перейдя на архиепископство в Чернигов, Лазарь широко развернул там типографское дело и издал до 50 книг творчество своих коллег по киевской школе. Сам он напечатал свою защиту православия «Нова мяра старой вяры» 1676 год. В моде было проповедническое красноречие дурного тона. Люди, века прожившие в бессловесном молчании, как бы обрадовались, что словесный аппарат вдруг стал им послушен и забавлялись игрой слов. Ставший ректором киевской коллегии с 1657 по 65 годы после Гизеля и Барановича Иоанники Галитовски издал под заглавием «Ключ разумения» большой сборник своих проповедей и в дополнении к ним теорию гомилетики «Наука о сложении сказаний» 1659 год. Во славу Пресвятой Богородице он издал собрание 445 рассказов о чудесах, связанных с ее именем «Небо новое с новыми звездами сотворенное» Львов 1665 год. Писал Иоанники Галитовски полемически и против латинян, и против униатов, и даже против иудеев. К концу жизни он приехал в Чернигов к своему старшему другу и покровителю архиепископу Лазарю Барановичу, был им назначен настоятелем монастыря, где и скончался в 1688 году. Той же школы тех же латинизованных богословских воззрений держался и современник Лазаря и Иоанникия киевский проповедник Антоний Радивиловский, оставивший два сборника вероучительных проповедей. Один посвященный прославлению Господа, венец Христов, а другой огородок Марии Богородицы, с пафосом проповедующий латинский догмат непорочного зачатия. К этой же серии киевских богословских писателей можно причислить одного эрудита православной науки, пришедшего к нам со стороны, немца Адама, по рождению и воспитанию лютеранина, пожелавшего назвать себя по второму духовному рождению в православии под отеческим гостеприимством архиепископа Лазаря Барановича, черниговцем, зерников. Адам был из семьи золотых делмастера в Кёнигсберге. Свою целожизненную учебу начал в местном университете, называвшемся Академией. Уже здесь, от лютеранских профессоров философии и богословия, Адам усвоил историко-критический метод при изучении христианских догматов. Пробыв несколько лет в Йене и изучая святоотеческую литературу по несовершенным еще старым патрологическим изданием. Он узнал о богатстве святоотеческих текстов и печатных и рукописных, находимых в Англии. Адам переселился в Оксфорд и там, расширяя свои патрологические поиски, убедился в отрыве латинского запада от догматического наследия восточных греческих отцов и их понимания троечного догмата. Собрав обширный материал в Англии, Адам пришел в Париж и итальянские библиотеки уже со сложившимся устремлением самому принять православие. Греческая церковь в ту пору, в половине семнадцатого века, сама раздиралась догматическими спорами. Он устремился в близкую ему юго-западную Русь, помышлял и о Москве. В Чернигове Адам нашел отеческий приют у науколюбивого архиепископа Лазаря Барановича. Тот дал ему хлеб насущный для заканчивания его труда об исхождении Святого Духа. В Чернигове же Адам присоединен через миропомазание к православию в церкви Бориса и Глеба. После этого съездил на поклонение киевским святыням, был ласково встречен в Лавре и получил в дар святые мощи. В Чернигове Адам оповидал Гетман, оценил его разностороннюю ученость и пригласил на службу при его дворце в Батурине в качестве архитектора-художника. Адам здесь чувствовал себя очень хорошо. Среди технических и служебных дел Адам отныне черниговец. Закончил свой труд об исхождении Святого Духа в объеме свыше тысячи страниц печатного текста. Написал еще и другое полемическое против латинства сочинение, разбив книгу Иезуита Рудки. Свои сочинения в латинском тексте Адам вручил на хранение и на печатание в библиотеку киевских митрополитов. Предание говорит, будто к концу своей жизни Адам Зерников удалился в Киево-Печерскую обитель и там принял пострижение. Его ученый труд удостоился напечатания через 90 лет после его смерти заботами киевского митрополита Самуила Миславского. Прочитав этот труд, пришел от него в восторг митрополит-грек Евгений Булгарис, служивший в русской церкви на кафедрах Бессарабской и Астраханской. Он перевел книгу на греческий язык и исхлопотал у Святейшего Синода средства для напечатания его в двух томах в Петербурге. Адам Зарниковио вуруссу перитис экспорефсеус ту аг пневматос эк мону ту патрос Санкт-Петербург 1797 год. Русский перевод этого труда стараниями преосвященного Волынского Модеста сделан был комиссией под редакцией Давидовича только в 20 веке. В 1902 году в Почаеве напечатан лишь первый том. Санкт-Петербург Санкт-Петербург Продолжение следует...